Приветствую вас! Выход из ситуации, конечно, есть, хотя он не такой очевидный, как, возможно, вам кажется на первый взгляд. Дело в том, что что-то происходит с вашей дочерью, это, с одной стороны, вследствие её проблем, конечно же, её проблем, связанных с потерей отца, это вот такая история, да, переживания по поводу отца. С другой стороны, это проблема, связанная с тем, что она ориентируется на вас, она ориентируется на вашу... позицию на вашу точку зрения, она ориентируется на вашу позицию в своей жизни и видит она, к сожалению, жертвенное поведение, жертвенную позицию, беспомощность, неуверенность в, собственно говоря, себе, что её и очень сильно морально, конечно же, подавляет. По-другому, я бы сказал, в данном случае и быть в общем и целом не может, ну, просто вот потому что так. Когда вы рассказываете свою историю, когда вы пишете свою историю, ну я бы сказал, что очень сильно чувствуется лично ваша безысходность, очень сильно чувствуется лично ваша, а неуверенность, очень чувствуется лично ваша, а, а, такая вот, какая-то потерянность, да, и то, что вы называете себя простым человеком, то, что вы говорите, что вы простая, что вы простой человек и так далее. А это, конечно, очень сильно накладывает отпечаток на дочь, на вашу, безусловно, которая видит, как мама себя ведет, которая чувствует, как мама себя ведет, и, естественно, что она ведет себя так же. Огрызается, грубит, не хочет вести себя так же, но, к сожалению, ведет. Поэтому, почему у дочери такие трудности? Потому что вы продемонстрировали ей такую модель поведения. Вы себя не цените, вы себя не любите, вы о себе не заботитесь, возможно, вы стыдитесь тех вещей, которые с вами происходят, вы стыдитесь тех моментов, которые с вами происходят, то есть, в частности, вы, например, вы не можете одеть свою дочь в какую-то такую более, ну, более роскошную, более богатую одежду, вот, вы стыдитесь, возможно, своего материального положения, и дочь, она в любом случае это чувствует, она в любом случае это ощущает, она в любом случае это понимает, понимает, и если вы сами, если вы сами этим не удовлетворены, если вы сами не удовлетворены тем, что происходит в вашей жизни, то не будет удовлетворена ей дочь, понимаете, если вам жалко, к примеру, себя, если вам жалко, к примеру, вашу дочь, то и ей будет себя жалко, если вы не можете защитить и принять свои интересы, если вы не можете защитить и принять то, что вас, к примеру, волнует, что вас, к примеру, беспокоит, что вас, к примеру, привозит, если вы не можете этого принять, то он не сможет этого сделать, и дочь тоже, понимаете? Поэтому здесь только связь заключается именно в том, чтобы вы, значит, постарались выйти из вот этой вот позиции, чтобы вы постарались выйти из позиции жертвы, которой вы сейчас находите, вот, чтобы вы попытались это сделать, чтобы вы постарались это сделать, и тогда, возможно, ситуация будет складываться несколько лучше, возможно, ситуация будет складываться несколько иначе, вот. Вы можете почитать в интернете про позицию жертвы, я полагаю, что там вы увидите всю интересующую вас информацию. А дальше, значит, есть ли выход? Выход есть, это работать с вашим, соответственно, отношением ко всему, что, ну, ко всему, что происходит, да? Вот, это выход, это тот выход, который, ну, который действительно есть, это тот выход, который действительно имеет место быть. Это вот именно то, на что вам можно и нужно обратить своё внимание. Вот. Это если мы говорим, опять же, о выходе из ситуации. И выход, это не какое-то решение, которое, приняв которое вы сможете решить проблему. Выход, это не какая-то позиция, которую, заняв которую вы сможете моментально сделать так, чтобы ситуация больше такой, к примеру, не была. Да. Вот. Выход, он заключается, ну, всё-таки не в этом, да. Выход заключается больше в том, чтобы изменить отношение к этой ситуации, чтобы по-другому на неё смотреть, чтобы по-другому к ней относиться, вот, чтобы иначе её видеть. Вот это выход, тот выход, который вы можете сами для себя найти, вот. Дальше. Могла ли такая травма начать смолчливое согласие учителя. Потому что учителя не пытаются помочь даже, как-то адаптироваться в страну учителя, а чувствовать какой-то равнодушностью. Может повлиять на детей, но не хочет, как будто с её стороны это выглядит, и с её стороны это выглядит безжалостно. Ну, понимаете, как сказать, во-первых, во-вторых, не каждый учитель может это сделать, во-вторых, не каждый учитель хочет это сделать, А в-третьих, момент здесь такой, что вы опять же полагаетесь на кого-то здесь. То есть, понимаете, вы полагаетесь на кого-то за страной, и вы постоянно ждёте как-будто помощи, вот. Я не думаю, что это хорошо для вас, ждать помощи, не думаю, что это полезно, в частности, вашей дочери, что вы постоянно ждёте помощи. Вы уже, уже совершили ошибку, как вы говорите, тем, что пошли у неё на поводу. Да, тем, что пошли у неё на поводу, и тем, что, значит, перевели её всё-таки, значит, туда, куда она хотела перевести. Вот, вы уже совершили эту ошибку, поэтому, я думаю, что ошибка стала возможной именно благодаря тому, что вы решили, вы решили, что можете помочь своей дочери таким образом. Вот, вы решили, что можете помочь таким образом, дочери, но вы не помогли. Вы сделали только хуже этим, тем, что пошли на выступку, пошли на выступку своей жалости по отношению к ней. Вот, понимаете, какая штука. Поэтому сейчас, когда вы говорите опять про какие-то действия со стороны учителей, это то же самое. Плюс ко всему у вас есть вот эта позиция, что молодой, молодой, значит, неопытный. Вот. Это пренебрежение, которое у вас есть, может передаваться и дочери тоже. Я не говорю, что это прямо, ну, обязательно так, я не говорю, что это прямо вот по факту так. Но, тем не менее, это вполне реально. Вот. Поэтому, может быть и так. Но учитель, он как бы и не должен, он не должен заступаться перед, ну, он не должен заступаться за других детей, да, перед, соответственно, ну, перед другими детьми, он не должен этого делать. Потому что этим он не помогает, он не помогает этим ребёнку. Наоборот, вы же видите, что происходит, когда, ну, когда взрослый человек вмешивается. Вы видите, что происходит после того, как вы пытались разговаривать с классом, что, кстати, тоже является очень деструктивной позицией для ребёнка, вот. Потому что ребёнок таким образом просто прекращает, по сути, полагаться на себя, вот. Вы же видите, как стало хуже, и то, что вы делаете сейчас, это вновь, вот, на те же самые, как бы, грабли наступаете. Вот, поэтому, мне кажется, что здесь вы совершаете ту же самую ошибку, вот, которая, ну, которая у вас была, и поэтому мне не думается, что вы, значит, ну, идёте в том направлении, которое реально поможет вашей дочине, знаете. Вот, то направление, которое поможет вашей дочери, это, наоборот, внушить речь, что она не из соц недощищённой семьи, да, вот, какой, какой вы сами по факту её нарекли. А она обычный человек, она обычная, она самая обычная девочка, что её материальное состояние, что её материальное, там, положение не особо на всё вообще влияет. Если вы не сможете это до неё нанести, то по жизни ей будет очень тяжело идти, и по жизни ей будет тяжело, ну, тяжело очень будет выстраивать отношения, потому что всегда будет кто-то, у кого будет больше возможностей, больше ресурсов, больше денег и так далее. И, как бы, ну, что же, как бы, теперь, как бы, не жить, да. Вот, поэтому, тут вот, и опять же, вы, скорее всего, сами думаете так, вы, скорее всего, сами думаете, что вот я свой рабочий, вы говорите, да, у меня нет окружения влиятельных людей, но вы сами являетесь влиятельными, вы сами являетесь той, кто себя сейчас обесценивает, и поэтому дочь обесценивает себя и ждёт постоянно помощи. Вот. Знаете, какая штука? Так что, аноним. Как психолог, как психолог, я думаю, что вам нужно сначала поисследовать треугольник Карпмана, вот, изучить позиции жертвы, которую вы заняли глобально по своей жизни, вот, поработать над самооценкой, над принятием себя, в первую очередь, над, значит, изменением возможного отношения к материальным, материальным составляющим, вот, изменением отношения к жалости, раскрытия этой самой жалости, потому что она очень деструктивно влияет на людей вокруг вас и на вас, в том числе тоже. Вот. Поэтому тут вот такой момент, на мой взгляд, нужно раскрыть. И когда вы выйдете из своего состояния жертвы, когда и если это произойдёт, то ваша дочь увидит, по факту, для себя, новое начало, новую надежду. Только так вы можете помочь своей дочери. И никак не по-другому, по-другому, к сожалению. Понимаете? То есть, никакой помощи ждать от людей вам не нужно. То есть, если помощь, как бы, будет, да, то, ну, хорошо, если будет, значит хорошо. Но её может не быть. И это нормально. Вот. Так что сейчас вы, к сожалению, только вредите дочери своим отношениям, к себе и к, собственно, ну, к ситуации в целом. Вот. Вот. Мне кажется, ситуация именно такая вот. Мне кажется, что, ну, ситуацию можно раскрыть именно через такие аспекты. Вот. С точки зрения, опять же, профессиональной психотерапии. Вот. Такая вот история. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что для вас это было важно. Надеюсь, что вы некоторые определенные выводы сделаете из того, что я вам сказал и рассказал. Вот. На этом всё. Надеюсь, что вам помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.